Это сердце, как символ волонтерского движения, торжественно зажгли сотни добровольцев со всей страны на горнолыжном курорте Роза Хутор. Перед Олимпиадой оно украшало холл Сочинского госуниверситета, одной из 26 площадок для подготовки волонтеров. Там же был открыт центр регистрации добровольцев на Олимпийские игры. Я, можно сказать, только сейчас зарегистрировалась, и я надеюсь получить максимальное количество опыта в этой сфере. И это было только начало массового движения. Олимпиада стала первой и самой яркой ступенью для волонтеров. Без этих людей, многие из которых студенты, создать невероятную атмосферу праздника мирового масштаба было бы невозможно. Это отметили на закрытии игр и представители Международного Олимпийского комитета. Добрый день, дорогие друзья! Желаю вам отличного настроения! Ведь хорошая погода благодаря вам! После Олимпиады волонтерское движение не затихло, а наоборот начало набирать обороты. Добровольцы оказывали помощь на всех крупных мероприятиях. Без их участия не прошла ни Формула-1 в Сочи, ни легата больших парусников. Мероприятие именно мирового масштаба, которое привлекло не только жителей города, но и я знаю, что приезжали люди из других городов. Не только, кстати, из Краснодарского края. Был действительно большой наплыв людей. За первый день мы только в своем окошке выписали 500 пропусков. И вообще волонтеры стали неотъемлемой частью социальной жизни всего города. Активисты проводили массовые акции против курения, участвовали в продвижении Харти «Я люблю Сочи», инициировали субботники и экологические акции. Сегодня в честь предстоящего Татьяниного дня самых активных студентов-волонтеров пригласили в администрацию Сочи. То, что происходит в постолимпийском движении, это действительно один из самых важных нематериальных ценностей, которые нам достались. И мы сейчас всячески поддерживаем этот институт волонтерства. Самое главное, что у нас же и сегодня продолжается огромная череда мероприятий, где теперь без волонтеров просто невозможно. 16 самых активных волонтерских организаций поощрили почетными грамотами от главы Сочи и, конечно же, памятными подарками. В свою очередь волонтеры собираются и дальше принимать активное участие в жизни города. И это не ради наград. Чем меня привлекло, чтобы я стала волонтером, в первую очередь это помощь городу, это помощь своей стране, так как я патриот. Я люблю свой город и почему бы не помочь. Это общение с новыми людьми, это новые какие-то возможности. На встрече волонтеры подвели итоги проделанной работы, поделились впечатлениями о самых ярких событиях. Также выступили со своими инициативами, которые в будущем помогут сделать Сочи еще красивее и радушнее. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.